Тихо, тихо, пыхо. Тихо, тихо, пыхо. Короче, у нас сегодня новое расхламление. И мы продолжаем расхламлять балкон, потому что я разобрала тут часть балкона. Мы повесили полку с Илюхой. Вот она висит над дверью. И освободилась за счет того, что полку стояла на балконе, освободилась часть балкона. Я добралась до шкафа на балконе. Сейчас я его покажу. Ой, нет, сейчас сразу не покажу. Надо оттуда женщину манекены вытащить. Так, пиздурик мой. Так, раз. Надо продать манекены поменьше купить. Так, в общем, вот он шкаф. Тут, на самом деле, почти все уже нужно. Здесь квадрокоптер с нашими ботинки беголыжные для беголых лыж. Вот здесь вот уже лежат мои вещи. Шлем для мотоцикла. Что-то еще. Коробка из-под квадрокоптера. Здесь мамины нужные очень. Нужные очень, как они называются, ковры. А вот это мы сейчас будем разбирать. Тут оказались книжки и куча обуви. Так, сейчас я камеру на место поставлю. И будем все разбирать. Наверное, вот так, чтобы было видно. Так, что у нас тут за храмах есть? Мать. Алло. Как всегда? Чьи уже все-то это может быть. Привет всем. Ой, какие хорошие. Они такие мягкие. Чего-то из них надо сделать. А что ты из них сделаешь? Маленькую сумочку? Да. Для корма с собакой ходить гулять. Ну да, потому что... Да, продать хуже не продашь. Не продашь, да. Потому что тут он каплук сбит. Каплук сбит, это можно другой поставить. Но по фасону они не сочет. Фасоны уже неактуальные, да. Такие. Да, так красивые, смотрите. Были когда-то, были когда-то. Они красивые. Да, но кожа прям супер нахватка. Да, очень-очень. Правда, надо так прям блинище отрезать. Ну все, такой кожи, столько лежит, что... Так, спокуха. Ой, еще одни. Это мои любимые были когда-то сапоги. Вот такие у них были мысы. Сейчас, кстати, тоже пошла в дюрьму. Узкие длинные мысы. Как было, как туда, это, наверное, 2000. Ну вот их можно снова. У них же была еще... У этих сапог была еще такая. Вот. Такая штучка. Чудесная. О, боже, это же эти... Как это, забыла, называются... Ну как шпоры, ну такие. Как шпоры, но все декоративные. Да, 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 да. Вот это класс. Шпоры точно надо оставить. Вот так. Это очень круто. Это было вот так. Офигенно. Шпоры надо оставить. А сапоги? Ну сапоги, я не знаю, их надо в порядок тогда приводить. Дай померю, дай померю. Не померю. Они такие смешные. Подтяни пятку, подтяни мысок. Подожди, там что-то лежит. Может, тут мешается. Видишь, как я их храню? Они были у меня любименькие. Я что-то даже не помню. Вот это да. Шпоры помню, сапоги не помню. Я в них очень много ходила. А, потому что без носка. Они же узенькие такие. Нет? Отлично. Ой, вообще шикардос. Такая шума-сюзька, этот каблук. Да. Там были два вида. Шпоры надельные. Нет, три вида. Там были три вида таких сапог, когда я покупала. Вот это был самый низкий, потом там был еще такой сантиметров шесть. И шпилька такая, как вот на предыдущих. Ой, взяла вот эти. Они были такие просто шикарные. Мне их надо прям хорошенечко зачистить тогда. Вот так. Да ты что, такими мысами разве можно ходить? Я тебе говорю, сейчас вот я смотрела недавно показы. Как раз начался тренд вот на эти супер длинные мыски. Ой, я не знаю. А нет, воткнула. Я не уверена, что он станет долгоиграющим трендом. Но как раз, чтобы почистить сапоги, хватит. Вот. Всем видно. Всем видно. Дай поближе покажу. Шикарные, шикарные просто сапоги. И мне нравится, что у них такая коричневая трущаяся кожа. Она как джинса. Да. Огонь. Если бы они не были такими островносами, я бы прям в них даже сейчас ходила. Нет, их нельзя. Вот те, вот те мне совсем не жалко. А вот эти мне жалко. Я не знаю, почему-то я их так люблю. Они еще такие удобные. Так может их почистить, и ты будешь у них ходить? Мать. Может. Может. А тут что? Не знаю, только куда. Куда? Я только в кроссовках к тебе перехожу. В офис-то я уже не хожу. Ну, у меня у меня есть дома. Не знаю, поедете гулять, куда-нибудь пойдешь. Ну, вот прям вообще. Они очень удобные. Да. Каблучок металлический. В общем, вот такие чудесно замечательные сапоги. А у меня коричневого ничего нет, чтобы шпоры у тебя отжать. А у них узенькая, на узенькую пяточку. Они не на все. Ну, хотя, если может быть разогнуть их, попробовать. Ну, носок. Потому что они так прям сюда так надеваются. Но у меня нету коричневых сапог. Вот, видишь, уже приклеилась нога, потому что она голая. Надо носочек надевать. Ну, да. Надо было. Ой, никак. Ой, ой, никак, никак. Что? Я же оштряла. Все. Все? Нет, давай, тяни. Тяни. Во, 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 снимается. Опа. Она, ну, приклеилась. Быват. А, надо суть это обратно. Да, надо обратно засунуть вот это. И шпорочки туда же обратно засунуть, чтобы не потерялись. А, они внутри были? Они внутри были, да. Ну, так. Зато, если бы они были... Да, потому что, если бы они были снаружи, они бы потерялись уже давно-давно. Ой. Так. Нет, нет. Иди сюда. А это тебе альба. Мои демитрики. А эти тоже какие-то итальянские. Тоже не просто так. Не видно ничего. Нет, наверное, на этой тоже ничего не написано. А внутри на этой еще ничего? Нет, странно вообще ничего не написано. Странно. Все такие. Но по исполнению, судя по исполнению, они итальянцы, потому что они прям так круто как-то сделаны. Ну, ладно, не важно. Не важно. Главное, смотри, они такие. Они вообще шикарно сделаны. Просто вообще шикарно. Как жалко, что у них такой супер острый нос. Нормальный мыс. Сейчас можно ходить. Два года назад нельзя было, сейчас можно. А у этих тоже супер острый нос. Ну, они страшненькие уже совсем. Вау. У них только стелька внутри страшненькая, а снаружи они очень даже не страшненькие. Ну, их тоже нужно сильно в порядок приводить. Смотри, какие. Ну, да, свинга-байки сейчас тоже в тренде. Ну. Пири-пири-пири. Ну, я в таких вообще уже не буду ходить. Ой, тоже удобные. Эй, ты подожди, не снимай. Какая красивая. По цвет моей собаки. Да. Очень удобные. Были мы красивые когда-то. Ну. Мадам Шипакляк. Да, Персик, тебе нравятся мамины туфельки? Персик, у всего нравится мамины туфли. Я их поэтому оставляла. Видишь, я как бы такой старый это все выбросила. А вот эти прям, они какие-то прям вот эти вещи были. Упала. Даже камера упала от возмущения. Ничего, все нормально? Слава Богу, защитное стекло работает. Так, ну, в общем, это у нас материализация. Так, коробку пока... Месечка, ты мусор собираешь у нас тут, да? Да, у меня, кстати, есть там посвежая коробка. Я вот эту штучку нашел. Это мусор? Нет, это такая сапоги. А, мусор вон там. Сейчас разберем, посмотрим коробочку поприличнее. Это какая-то тоже в форме. Так. Так. Здесь даже... Круг здоровья есть. Хорошая вещь между прочим. Что, будешь крутить? Обязательно. Эй, все или нет? Да. Ладно. О, золото! И они сейчас опять в золото, опять сейчас в тренде. Да, золотые или серебряные эти... Балетки. Балетки. Ну, это не балетки, а как это... Я не знаю, не помню, как они называются с открытой кеткой. Слингбэк. Слингбэк? Да. Слушай, они классные, кстати. Классные, классные. И вот это, смотрите, смотрите, какая прикольная. Узел. Узелек. Узелок навяжется, узелок развяжется. Очень красивые. Очень, очень. Я прям вставляю, что у нас разные размеры. А мягкие, а удобные. Ну, вот сейчас как раз потеплее чуть-чуть будешь носить. Да, да. Ой, эти я прям домой заберу. Да. Ты посмотри ему, как нравится. Ой, ой. Хорошие, хорошие тапки. У нас с тобой сегодня какое-то очень затяжное видео будет. Ну, ничего. Смонтируешь. Сколько красоты. Смонтируешь. Ладно, все, выхожу из кадра, сниму, пойду, отнесу свой этот рюкзак. Так. Ну, так, дальше. Поехали. О, тут какие-то пакеты. Ой, это Сашкина, что ли? Нет. Павла Конт. А может Сашкина? Я не знаю. 43-й. Наверное, Сашкина. Ты думаешь? Ну, наверное, раз это лежит. Ну, я у Папы таких не помню, поэтому по размеру это могут быть Сашкины. Можно было бы сказать, что Ника, но Ник здесь никогда не помню, потому что у него таких не было. Надо у него спросить. Спроси. Потому что они классные. Я прям смотрю и такая... Сейчас, подожди, где мой телефон? Я сейчас... Так. Так. Это куда? А, все. У нас не положено. Папы так. Так, ну, в общем, я вот сюда пока буду складывать. Может, я хочу забрать домой? Твои тапки. Ой, кстати, это турецкие какие-то тапки. Турки я покупала. Тоже весьма удобные. Нет, я их покупала здесь, но они производства Турция. Ой, сколько у меня чудесной обуви. Вот. Видишь, какие? У меня еще тапки в них. Глядь. Как-то они мне только как-то очень велики. Велики. Но все равно хорошо. Может, они тут поэтому и оказались? Нет. Нет. Мы просто как уносили сюда, Сашка, всю обувь. Ой, вообще шукардос. Ты вкладывай туда в кучку, к Сашке. Да. Опс. Так. Да, сейчас я весь этот чемодан переложу вот за эту кучку. О, сколько красоты и драгоценной. Так, так. Вот она моя обувь. Мои любименькие. Это срандеву, который. Ой, не рендеву, а. Это французские. Ле редут. Ле редут. Да, это они мне присылали. А я никак так и не могу найти золотых в своем размере. Их почему там нет? А они, ты знаешь, они золотые, они бывают разно золотые. А, а те у меня там, наверное, дома. У меня же еще одни есть золотые. Но они посередине золотые. Эти как такое приглушенное. Эти такие, как патина такая. Ну, да. А там прямо такие золотые. Там просто гладкая кожа, а здесь какая-то как будто ткань. Но это кожа, а тиснение такое, как будто золотая парча, что ли, как ткань. Да. Не знаю, это видно. Но, в общем, они классные. Ой, я, наверное, в них так и буду ходить. Потому что я их люблю. Ой, зачем мне столько будет? И вот эти люблю. Ой. Да, эти вот так. Вот. Вот. Причем, когда у них бывают скидки в Ля Редуте, они так, вот я когда их покупала, они что-то тысяч шесть стоили до того. А потом у них была распродажа, и они стали стоить полторы. Вот за полторы я их покупала. Такие замечательные. Вообще идеальные. Замечательные кожаные. Ой, а эти я в Испании покупала. Испанские, не греческие? Я в Испании была, я в Греции не была. Да. Как они называются? Абаркасы. 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 Да, я тогда всем же их вам, вам всем привезла, абаркасики. Минорка. Минорка. Это остров, наверное, да? Да. Да, да, на испанском написано. Да, вот эти офигенские. Да, да, да. А у меня мои коричневые, я их заносила просто до состояния, когда их неприлично было уже людям показывать. Так, ну слушай, ну я же это все прям сразу и забираю. Эти я надену. И я баркасы надену. Дома ходить? А баркасы с нами поудобнее будут. А баркасы, да, потому что эти все такие в дырочку, а эти все без... Да сейчас все равно что-нибудь другое придется надевать. Конечно, так что можешь снимать. Ой, нет, нет, я не могу, я так долго хотела в них походить. Давай мешочек. Так, еще один. О, боже, вот эти туфли потрясные, я их сюда не втащила. Да. Ой, да-да-да-да-да. А что это они как-то не забылились, когда они лежали в мешочке в ткани вам. О, это да. Вот эти просто, смотрите. Да. На золотом каблучке. Это очень нарядные такие, я бы сказала, времен, времен, я не знаю, каких-то сороковых годов. Сороковых, да, наверное. Да, такие очень хорошие. Такие прям... Отверните каблучком. Ну, как они просто? Не, они очень бедные. Вот. Прямо шикарные. Зеленые. Зеленые. У меня же такие же еще есть горчичного цвета. Тоже, кстати, феллини. Да, да-да-да. А феллини была очень хорошая. Я так прям очень горевала, когда эта фирма от нас ушла из колонуса. Так, пакетик, мешочек. Давай. Да. Ой, еще тапки, я помню, их тоже уже... Ой, эти тапки я покупала, когда у нас еще не было никакого колонуса. Когда был еще рынок открытый, там стояли люди. И там... Нет, вру. В тот период. В тот период, но не там. Я их покупала на Южной. На Южной покупала. И тетя мне сказала, они на очень узкую ножку. Их... Они никому не подходят. А я их надела, они мне так хорошо. Они мне даже, вон, видишь, чуть-чуть свободненькие. Вот. И сейчас я посмотрела, сейчас опять носят вот этот квадратный мыс. Квадратный мыс, да. И они вот сейчас очень... Очень в тренде, да. И вот такие эти сабы, наверное, можно надеть. А я же их покупала же когда? Это же, наверное, было лет 25 назад. Да. Вот мода циклична. С небольшими изменениями, но в целом можно адаптировать. Да. Да. А тетечка тогда говорила, ой, они настоящие, итальянские. Берите, берите. Ну, ей, конечно же, надо было их продать, потому что они действительно никому вонку не подходили. Нет, в этих не буду ходить, потому что с ними надо что-то делать. Мне наклеили на них толстую подошву. Профилактику? Профилактику. Ее нужно оторвать и приклеить тоненькую, совсем тоненькую. И тогда в них можно будет ходить снова. Будешь ты этим заниматься? Да. Хорошо. Но не сейчас. Нет, ну ты их сюда тоже в холодильник. Нет, их надо вот сюда положить. Подумаю потом, да? Так, что у нас? Я не могу столько обуви домой принести. Ой, это тоже хорошие такие. Причем помятые, мам. Ну, что помятые, потому что когда был поток, все сюда засунули и засунули. А, это позолинки. Да. Все, чудесно. Чудесно, чудесно, мягкие очень. А как-то у них как будто бы... Они тоже такие же, как те босоножки, как будто эта ткань. А почему у них какие-то розовые пятнышки? А потому что они как перламутр, перламутр уже. Не-не-не, вот смотри, прям как будто ручка. Ну-ка, да, я посмотрю. Это я не знаю, что это такое. Ой, а этого не было раньше. Это сейчас проявилось. Ты посмотри, это метки. Это метки, вот по которым делали вот этот вот шов. А раньше же этого не было. Интересно, а это может отмыться? Смотри, вот здесь. Это видишь, это технологические какие-то их метки. Прикольно. А как же это, а почему это проявилось? Что это за карандаш у них такой, проявляющийся розовым цветом? Не знаю. Вот он, Карл Пазолини. Это же наша фирма, да? Пазолини, да. Вот все. Ну непонятно, они же как бы отшивают в разных местах, поэтому так не предугадаешь. Случится какое-то... Да. Слушай, но ведь этого не было. А сейчас прям так, как будто их ребенок взял и разрисовал. Да, это надо мыть. Ладно. Будем мыть. Ну ладно. Ой, вот эти, да, в этих в лес хорошо ходить. Мерал. Хороший бренд. Дорогой. Так. Да они очень удобные. И смотри, им сколько лет они вообще не стекают. Вот вообще, смотри, вообще ничего. Слушай, ну это Мерал, это как Эковский, они же трекинговые. Да. Ну, насколько может быть, трекинг в босоножках. И у меня Эковские, ну, они тоже не убивались. У них оторвалась вот эта часть, потому что такая, ну, материал... А, вот этот стерся, да, и склел. Да, стерся, а с подошвей не было ничего. А, правда. Я их машинкой стирала, я по воде, по водопадам вихлала. Ну, в общем, хорошие вещи. В общем, тоже очень удобные. Я вот в них... Не китай так. А? Не китай так. Хорошо, не буду. Ой, вот эти тоже. Хёгель. Немецкий. Немецкий. Хогель называется, да, я думала, Хёгель. Вот. Тоже хорошее. Да. Ну... А мы вообще зачем это всё снимаем? Мы расхламление снимаем. А, просто расхламление. Не расхламляющее всё расхламление. Это, да, это вообще нельзя расхламлять. Это хорошая такая вся обувь-то, её же нельзя всё расхламлять. Ана, я же не могу всё это домой забрать. Мне же это некуда всё девать-то. Дальше нам придется придумать, куда это сложить все. А, мы потом пойдем вон тот шкаф еще расхламим с одеждой. И положим это все туда. И положим это туда, а сюда я смогу коробки, которые там стоят. Надо положить только это так, чтобы это все было видно, чтобы я могла приходить сюда, менять обувь. Ну, тогда это нужно еще вот расхламить будет вон тот шкаф в коридоре. Да. И как раз свежую мы туда поставим, чтобы все было. Точно, чтобы они стояли, и они будут на ряду. Совершенно верно. Давай, так, что какие-то. Ой, это такие тапки, которые... А, это как это, рифовые тапки? Рифовые тапки, да. Тоже, кстати, удобные, хорошие. Да, хорошая вещь. Мерить не буду, потому что очень хорошие. Ну да. Оставляем однозначно. Ничь бы не выбрасывала. О, стиль Шанель. А-ля Шанель. Хорошие тоже, кстати. Абрикосики, это французские, по-моему. Да, да, абрикосики, это французские. Вот такое птиц. Ну, хорошо, хоть не сильно мятые. Да. Надо, конечно, лучше обувь в коробках хранить. Да. Мюнс. Мюнс. Вот эти вот я их... Хорошие. Я помню, я их когда-то купила. Я хочу. Потому что я надела какие-то туфли на работу. И убила ноги в них. И мы с Сашкой пошли и купили вот все, что было там на этот момент в ближайшем магазине. Это вот эти вот туфли. И вот я помню, я их тогда купила. Но я в них прям почти совсем и не ходила. Потому что как-то мне их... Не знаю, почему-то как-то они мне не очень нравятся. Ой, для тебя круглый мыс. Ты такой мыс-то вообще не носишь. Наверное, да. А так нога такая маленькая смотрится сразу в них. Да, нога прям мастюсь. А встанька, мне кажется, что они как-то маловаты. Нет, они мне вообще не маловаты. Ну, как-то пяточка не очень. Не очень? Да, но чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Ну, может быть. Ну, в общем, это не мои тапки. Ну, давай попробуем их выставить на Авито. Ну, давай попробуем. Понравится. Может, кому-то подойдет. А надень их обратно я сейчас... Потому что они замшевые. Так. А ты можешь, кстати, бочком повернуться? А вот давай я лучше буду сидеть. Надо сидеть, ради бога. Такое. А, не пипец. Такие красивые тапки. Такие тапочки. Мусочки, своди, что они совсем не заеденные. Да, мусочки прям красивые. А главное размер? 37? Ну, получается 37, наверное, да? Наверное. 37. 37 размер. Вот. Да, вот такие вот красивенькие, удобненькие, хорошенькие. Дам. Никому не дам. Жадина. Ну, а что их, если будут покупать, за сколько? За 500 рублей? Ну, да. Ну, конечно. А зачем мне? А ты их покупала не больше, скажешь, за 6, да? Нет, за полторы. А, за полторы со скидками? Я же их, да, со скидками все время стараюсь ловить там скидки. Поэтому я их покупаю дешево. Покупала. Ну, да, сейчас ведь закажешь на нее. Нет, в рандеву я тоже сейчас покупаю. Нет, сейчас я уже вообще ничего не покупаю. Леридут, у них сейчас есть такая еще обувь. О, ужасно выглядящие тапки Томми Хиллфигер. Зато какие удобные. Мы же их в Италии с тобой покупали. Нет, 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 я их еще покупала до Италии. А, я просто такие, по-моему, то ли в Италии, то ли в Брец. Ты в Италии такие покупала, я помню, когда мы с тобой были там вместе. Да, они очень удобные. Они очень удобные, да они уже такие удобные. Но они ужасно страшные, их просто сразу нужно на мусор поднести. Нет, нет. Мам, ну у тебя есть вот эти испанские. Смотри, какие хорошие. Мам, ну позоришь. Подошвы хорошие. И что? Так. Да-да-да-да-да-да-да-да. Так жалко. У меня жаба душит. У меня такая жаба. У меня живут хомяк и жаба. И Сарочка еще и живет. Кто это? Сарочка, еврейская женщина, которая жматится на все. Это жаба. А не Сарочка. Она иногда еще ее Сарочкой называет. Не знаю. Сарочка. У меня не Сарочка, у меня живет жабочка. Жабочка. Ну, у каждого свое, но это надо выкинуть. Я выставлю. Смотри, тут даже вообще ничего не стертое, кроме ткани. Подумаешь, ткань выгорела? Выгорелась, стерлась. Мам. Она такая хорошая. Короче, хелфигеровские шлепки просто огонь. Я в них пока похожу. Вот я в них похожу. Напоследок. Невозможность этой жены. Я похожу. В песочке, я уснула. Да вы гляньте. У нее такие же еще коричневые. Слушай, ты можешь только этими тапками закрыть вообще все цвета радуги, обуви летней в своем гардеробе. Да. Такие. Что тут еще есть? Потому что для меня они очень удобные. О, вот такие еще есть. А вот эти... Померяешь? Да, померяю. Зачем я столько обуви покупаю? Скажи мне, дружочек. А ты шопоголик. Вот. Они даже, смотри, они даже с подпеточником. Нужно его отсюда отклеить и приклеить. Найти, в которых я пришла. Ну да. Вот такие сандалики. Чудесно, замечательные. Давай покажем поближе. Да, хорошенькие. Да. Я, правда, не знаю, когда ты будешь в этом во всем ходить. Лето в Москве. Две недели. Я когда-нибудь поеду в Италию. Да. Сейчас только язык выучишь, да? Да. Ты сразу поедешь. Нет. Надо вот это вот здесь вот почистить. Я надеюсь, что я еще до того поеду. Наталья? Наталья. А, да. Смотри, они во что-то ржавчинку источкались. О, вот эти твои филини крутые. Да. Да. Они тоже крутые. Про них, честно говоря, я при... Ой, а она уже не... А, нет, отклеивается. Слушай, я пойду приклеиваю в кеды, в которых у меня потерялись... Подошва? Не подошва, а стиль. А. Вот как раз. А то я сейчас пока к тебе дошла, у меня... Сейчас приду. У меня... А это вот, пожалуй, единственные, наверное, у меня босоножки, у которых нет открытые, но у них нет... Пальчика? Пальчика, да. Да. Но они очень узенькие. Они такие удобненько узенькие. Они красивые, потому что подо все летом подойдут. Да. У меня такая юб... Не вижу. Слепая. У меня юбка же такая, фуксия. Это я вот под нее покупала. Чума. Чума. Чума течи и башмаки. Слушай, правда, у меня столько башмаков летних, сандаликов именно. Да. Точно надо срочно паспорт делать. Да. Заграничный. И ехать за границу. И ехать за границу. Москвы. Это замкать? На дачу? Замкать. И какую дачу? Если бы у меня дача была. У меня одни босоножки. Ой, вот эти испанские. Эти миллиард лет вообще, мне кажется, в школу ходила. В начальную. Они такие же, как вот те черно-белые шлепанцы. Тех же годов? Вот где-то того же периода. Да, ты еще в школу ходила, когда я не попала. Мне кажется, я в них даже когда-то ходила. Ну, может быть, когда у тебя нога росла. Да. Пробала отжать. Блин, потому что вообще не убиваемые. Да. Они вообще очень хорошие. Не убиваемые. Все сами целиком. Вот такие. Да. И круто. Вот сейчас, кстати... Тема, тема, да. Сейчас грубая. Я посмотрела эти последние показы мод. Сейчас не хотеть ходят в таких бошонках. Но они классные. Вот в них, мне кажется, вообще просто можно надеть и не снимать. Хотя у тебя любые, в принципе. Надеть и не снимать. Но надо менять. Потому что их много. Надо не так. Надо вот так наделать. И хожу, 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 хожу. И выкидываю. А пока не собрешься. Другие надела. Хожу, 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 хожу. Жизни не хватит. Короче говоря. Тебе придется очень много ходить. Да. Не по 10 тысяч шагов в день, а по 100. У меня собака не выдержит. Он уже, видишь, упал. Уже спит. Он уже упал. В общем, да. Вот эти вот просто тоже чудесно замечательные бошмаки. Да. У меня. Так, мы этот мешок разобрали. Сейчас пойдем из коридора вытаскивать. В общем, только один у нас. Да. Нет, смотри, мы две выброс. Ну, это две на выброс. Две на выброс. А одни три на выброс вместе. Ну, да, три. Вот вместе с этим. И одни можно попробовать. Я не попробую исправдать, потому что они прям такие набью-набью. Ну, что, их надо опять пока загрузить туда же. А давай мы когда-нибудь оставим, мы сейчас разберем вот этот шкаф. Ну, что, самое вкусное. Открывай свой шкаф. Я не дотянусь. А что, ты буреточку себе при... Ну, я достану. Ну, ладно. Вот, первое достану. А, это... Это что? Это перчатки. Это перчатки велосипедные, наверное. Это не мои. Не твои вообще? Нет. Я не знаю. Я не вижу на велосипеде. А у меня таких тоже не было. Фига себе. Чего с ним? Ты думаешь, я себе такие могла купить? А зачем они мне? На фитнесе можно использовать. Нет. В перчатках я на фитнес не ходила. Я не знаю, чьи перчатки. Чьи перчатки, признавайтесь. Люди. Люди. А вот это какие-то испанские. А ты их подноси ближе к камере, а то темновато, не очень было. Ботиночки. С бантиком. Надень на бантик. Они очень такие классные. Прям такие, элегантные, элегантные. Да, вот это вот они, вот такие. Так, вот так. Шмачки такие. С бантиком. Ну иди на ногу. Давай. И что, ее потом сюда поднимать? И на ногу поднимешь. Вот и какая красота. Ой, они прям суперкруто смотрятся. Такая в стиле Мерлин. Да. Мерлин, Мерлин. Мерлин, Мерлин. Мерлин, Мерлин. Мерлин, Мерлин. Да. Да. Вот такие они. Очень красивые. Очень нарядные. И очень удобные. Да. Красота. Страшная сия. Я ходила в офис. Да. Жуть. Такая офисная красота. Работать. Она ходила, типа. Я работала всегда. Работала какой? Работала всегда, когда работала. Так. Не знаю, куда делать. Носить не буду, потому что это офисный вариант. Ну или какой-то. Не будешь точно. Ну куда? Я на таких каблуках уже вообще не хожу. Не умеешь больше? Я умею, но мне не надо. Ну давай попробуем на авито. Давай попробуем. Жалко шагу кидывать. Давай. Такие каблуки даже не сцепят. Вот они мои еще одни пяточки. Я все время их покупаю и все время теряю. Что за пяточки? А. Силиконовые. Силиконовые подпяточки. Так. Вот пока положусь. Так. Вот тоже. Это Фабиани, по-моему. Фабиани? Ничего себе. Нет. А, Верго, это натуральная кожа. Да, Фабиани. Да, Фабиани. Фига себе. А, вот. А, даже написано. Написано Фабиани. Фабиани, Фабиани. Тоже очень хорошие ботинки. Так, вот твою тапку вытащите с камеры. Да, так мы вытащим. Да, вот такие хорошие Фабиани. Очень красивые. Ну почему у меня не такой размер нахи? Безобразие какое-то. Негодяи. Потому что тоже такие выставить? Давай поставим. Тоже хорошие. Фабиани точно купят, потому что, помнишь, я как-то продавала твои балетки Фабиани, их прям очень быстро забрали. Ну, потому что у них очень удобная колодка. У них удобная колодка, и потом они как бы сейчас еще и продаются. Они в этом, в рандеву же все время у них есть. Так, ладно, следующее. Ой, а вот эти я не знаю. Эти я купила, они мне велики. Я у них даже вот сюда полустельку подкладывала. Но как-то почему-то я в них так и не ходила. Мало в них я ходила. А теперь, наверное, они мне стали как раз. Классно выглядят. Да, да. Это вот тоже как... Нет, эти я не буду продавать. У этих маленьких каблучок. Да. И они как бы тоже в шанелевском стиле. Смотри, они теперь как раз. Но, правда, тоже с этой подкладочкой. Ну, как раз. Так, эти не продаем. Хорошо. Так, сейчас оставляем. Оставляем. А вот ты знаешь, что я, наверное, их вот так вот буду класть без или не надо без. Нет, надо. Вот. А ты в пакете все равно не пылится, потому что... Это самое... Потому что закрыто? Нет, пылите. Пылится все равно. Я вот вижу, что надо будет протереть. Ну, нужно вот так вот в прозрачных пакетах влазь вот так. Вот так, чтобы их видно и не пачкаются. Так, это что у меня? Нет, ну вот эти-то надо. Вот они! Миу-миу! Это у меня были резиновые сапоги. Такие остроносые. Очень стильные были резиновые сапоги. Я когда-то на ebay покупала. Я их недавно выбросила. А может тебе из них сделать стельку под твоей тапки, от которой потиралась? А, можно попробовать. Наверное, надо будет мусочек. Мусочек скруглить, да. Они такие, смотри, они такие классные. С дырочками. Резиновые. Они такие прям вот очень приятные. Так, а это... Ну, это надо выбросить. Потому что это... Столько? Наверное, я уже такие не буду носить. Ну, у них вот резинка вытерлась. А, ну да. Они поэтому и лежат. Да. Нет, они вот все такие нормальные. Вообще удивительно. У них только резинка страшная. Ну, я же ее не буду переделывать. Не будешь, конечно. У тебя вот этих соляридута полно, которые аналогичны. Так, а тогда это на выброс. Ну, да эти тоже на выброс. Еще не будешь? Не буду, не буду. Ну, ладно. Так, следующее. Вау. А, вот эти были какие. Они были тоже хорошие. Я себе, кстати, такие похожие кожаные купила. А, ну да. Надевать? Ну, надену. Ой, да. В них так красиво нога смотрелась. Да, они прям вообще, как сейчас называются, old money style. А, вау. Стиль старых денег. Да, да, да. Очень элегантный вообще. Да. Ой, они очень классные до сих пор смотрятся. Да, 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 да. Да, у меня прям очень похожие. Я себе кожаные купила. Мне очень нравится вот это. Ну, слабо застегнула. Надо на следующую. Ну, ладно, давай сейчас застегну. Просто показать, как они красиво смотрятся. Они такие красивые. У них нога такая хорошая становится. Вот. Да. Мне прям очень они нравятся. Такие прям какие-то шикарные. Угу. Ну, тоже уже с таких не буду ходить. Тоже каблук не очень тебе? Нет, каблук он низенький, все. Ну, куда он? Ну, вот так же, как вот те. Угу. Понимаешь, это что-то нужно какое-то платье или какую-то юбку такую летящую, красивую. Я уже не ношу такую одежду, которая подошла бы под эти туфли. Угу. Угу. А так вот прям... Ой, такие они... Господи, почему у меня нога такая большая? Такие, такие... А-а-а! Они такие замечательные прям, я не могу прям... Снимать неохота. Да, очень красивые. Опять же косточки у меня уже, косточки появились, и мы уже как бы... Как бы красивые туфли на некрасивой ноге. Ладно. Может, кому-то пригодятся? Ну, поставь, да, попробуем все. Подожди, а у них кто-то, кто-то их... Кто их делал? Бьянко Буччи. Не знаю. Не знаю, что это итальянское, наверное. Ну, по названию похоже. Ну, судя по исполнению, тоже похоже на итальянское, потому что они прям вообще очень хорошо сделаны. И они, кстати, еще даже ни разу не ремонтированы, то есть я в них мало ходила. Видишь, у них вот как была вот эта их подушечка, никаких наклеек, и родная... Набычка? Набычка. Ой, какие они хорошенькие. Прям нет сил моих. Правда хорошие. Так, вот это, вот это. Осторожно, осторожно, осторожно. Ой, два разных туфли. Достать туфли. Ой, две пары. Ой, вот это тоже Томас Мюнц. Я не знаю тогда, зачем я их покупала. Как-то я Томас Мюнц вообще не покупаю. Ой, какие они мягкие. Топунчики. Вот, бежевая, кстати, хорошо вообще тоже подо все подходит. Да. Ну, тоже для офиса покупала, для какого-нибудь платья. Угу. Ой, прям вот они такие какие-то. Я не знаю, мне будет... Слушайте, вот эта тема с полупальчиком открытым опять актуальна. Мне всегда это нравилось. А, у них подошвочка такая прям вот... Ой, не подошвочка, а стилечка. Она какая-то очень мягенькая. Вообще, у Мюнца какая-то очень мягкая обувь всегда. В общем, они такие удобные. Ну, что, куда их? Туда? Не будешь? Ну, давай все, что... Не, носить не буду. Все, что в хорошем состоянии. Потому что у них и вот эта вот какая-то... Ой, она такая... Тут даже наклеечка про кожу еще осталась. Она такая... Ну, они и так видно, что они кожаные. Все, что в хорошем состоянии, но ты не будешь носить, мы попробуем продать на Авито. Хорошо, если найдется новая хозяйка радостная. Это что? Что это? Лере. Это, ну, какой-то бренд из рандеву. Какой-то итальянский. Ох, ну эти я хорошо поносила. Да, они прям такие потасканные. Да, ну, я в них уже ходить не буду. Ну, они не потасканные, они как бы адаптировались под мою стопу. Да, да, да. Да, вот так вот прям все так. Ага. Да, а так вот, видимо, они были очень удобные. Я уже не помню, но, видимо, они были очень удобные, раз я их так много носила. Ну, и потом они подо все, они черные. Ну, да. И каблук у них такой чудесный. С железной набойкой. Ну, чтобы не менять каждую неделю. Ну, да. Да. Лере. Ну, все, вон туда, внизу. Ах, ты от 7,5. Ну, такая, ну, такая хорошая, такая. Раз, как в тапке. Ой, как удобненько. Ой, прям мои тапки. Слушай, в них как... Может, я выбрасывать? Может, самую еще поносить? Куда? Ты сказала, что у тебя нет. Да некуда, конечно. Это я так, просто выбрасывать жалко. Дома, дома, да, походи? Выбрасывать жалко. Очень удобно. Ну, да. Так, ладно, ставим к двери. Упс. Так, ладно, да вот это вот. Так, вот это вот мы не выбрасываем, а хотя бы мы смотрим. Ах, божечки мои, туфли, которым тоже миллион лет. Да, я их тоже помню. Даже нос зачесался от удовольствия. Кто это, что это? Это, это. Фаби. А, Фаби тоже хороший бренд. Да, очень хороший. Очень хороший бренд. Ой, какие же они хорошие. Какие они хорошие. Прям хоть прикинуть с этой сестрой Золушке. Подтяни пятку, подтяни мысок и начать. Ой, мне ничего подтягивать не надо. Мне у них так хорошо, у них так комфортненько. Фабишные туфельки. И цвет у них такой замечательный. Ага. Ну, что ж такое-то, Веря, почему я в таких не хожу туфельках? Почему? Я, Веря, потому что я тебе уже обозначила. У меня только треники и кеды. Надо что-то менять в этой жизни, мам. Я уже поменяла на треники и кеды. Надо обратно. А ты куда столько туфель-то? Зазря. Зазря. Ой, ну хороши. Лежат в шкафу пылятся. Ну, хороши. Ну, смотри, ну, хороши же. Да, я смотрю даже не в камеру уже, на ногу. Смотри, какие чудесные, замечательные мои туфельки. А это что? Очевидные бежевые. Господи, мам, что туда? Да. Будет отдавать в добрые руки, девочки. Срочно. Срочно, кому нужны классные фаби. Карла Пазолини. Ну, ты посмотри, Томас Мюнц и Карла Пазолини. Нет, это... Вот зачем? Вот зачем? Две туфли одинаково. Найдите... Есть, конечно, различия. Какие? Тут пряжка, тут пряжка. Слингбэк, слингбэк. Вырезанный мысочек, вырезанный мысочек. Ну, как бы... Ну, как бы... У меня нет слов. Каблучок разный. Разный каблучок. Ах, да, простите. Каблук немножечко, действительно, немножечко разный. Чуть-чуть потоньше. А, мама... Может, мне одни из них оставить на всякий случай? Вдруг я куда-нибудь, когда-нибудь пойду? Ну, оставь, каких тебе удобнее? Я не знаю, они эти и другие удобные. Ну, тогда оставь те, которые, может быть, на каблучке потолще. Он поустойчивее или как-то хуже. Или, может быть... А надо, знаешь, как... А вдруг кто-нибудь какие-нибудь купит. А какие останутся, такие я себе оставлю. А, ну, хорошо, давай так. Хотя они и те и другие удобные. Ой, такие хорошие, хорошие. Тра-та-та-ри-та-ри-та-ри-та-ки-та. Все. В общем, так, если кто-нибудь какие-нибудь возьмет... Вторые отдать тебе. А вторые я возьму себе. Хорошо. Так, пакет. Переложила ответственность. Так, это что? Переложила ответственность. Это какие-то детали. О-о-о-о! Это нет, это не носочки. Это такой... Ой, это такая... Господи, как ее надевают-то? Господи, вскочила, аж глаза потемнело. Нет, тут смотри. Ну, как-то... Нет, это что? Не на ту ногу. Это не парнуха. Это не парнуха. Смотри, вот это надеваешь... Это чтобы... У меня же все время была очень тонкая нога. Вот. Утолщитель ноги? Да. Это вот эту штучку надеваешь. она еще не скользящая такая и в обувь. Ее не видно, я же никогда не носила никакие подследники, так надеваешь, зато утолщение есть и нога нормально себя чувствует. Представляешь такие вот штуки? Чего только на Алиэкспресс не придумали. Это не на какой Алиэкспресс, не было тогда никакого Алиэкспресса. Я не знаю где это я покупала, но это точно не на Алиэкспресс, это очень давно купленные. Вот они две. Так, а это всякие штучки, это я от вас спрятала. А так почему? Потому что вы все время все куда-то девали. Сволочи! Смотри сколько! Куда-то мы их прятали, нет не мы! У нас все время были большие. Так, вот это от набойки? От чего? Не знаю от чего, от набойки от чего-то. Не знаю от чего. Тут нет таких. Нет, киплоки пока лежат. Ну сейчас найдем. Так, да там нет таких луков. Так, в общем вот так. Так, дальше следующие туфли. Вау! Это Глори Блю! У меня таких вот было несколько разного цвета. Тоже очень удобные. Так. Ой, ну это я не знаю, это же черные универсальные туфли. Наверное эти надо оставить на всякий случай. Да, чтобы хотя бы одни черные, одни бежевые бы тем были. Да, пусть лежат. Потому что они... Вот те тоже очень удобные, просто те уже как бы уставшие. Да. Но те прям тоже такие и эти хорошие, и те какие лучше? Эти лучше. Эти лучше? Да. Потому что они удобные и те и другие. Ну эти лучше, те более уставшие. Эти вообще прям хорошо выглядят. Эти прям хорошие, да такие. Ладно, тогда я эти оставляю. Да. Так. Вот. Вот. Вот эти. Ой, я тогда сдумала. Вот эти вот купила. Почему сдумали? Ну потому что они мне малы. Малы? Да. Как ты их купила, мать? Ну как-то вот так вот купила и все тут. Купила, купила. Потом пыталась их надеть. У них сломалась молния. Наверное это надо на выкид. А у них даже молния сломана? Да, у них сломана. У них выскочила вот эта вот штучка. То есть я их надевала, может быть, один раз. И все. И потом у них вот эта вот молния пыталась застегнуть, она сорвалась. И все, так вот они теперь стоят. Надо их выбросить, наверное. А это починить нельзя? Так жалко. Нет, наверное, это можно вставить сюда. Но я же не буду их чинить и... Что я их буду делать? Что я с ними буду делать? Носить я их не буду, потому что они мне малы. А, они те малы, я забыла. Ну да, куда их? Утейоль. Это что это такое? А чинить в надежде, что их кто-то купил? Это не УТР-ка? УТР-ка. А, УТР-ка это называется? Да, это УТР-ка. Ну вот, в общем, вот так. Если только, может быть, кто-то бесплатно возьмет, кому-то надо. Просто жалко выбрасывать. Хожаные, лакированные. Может, тут поставить совсем за недорого. Ну, потому что их нужно починить еще. Да, да. Потому что так-то вон... Они вообще хорошие, да. Ну, молния, она нормальная. А, нет, тут надо молнию менять. Нет, молнию надо поменять. Да, молнию надо поменять. Да. Вот, но это несложно, потому что тут вот собачка осталась, можно как бы это все переделать. Можно, да, на... Можно даже на втором не менять, эту молнию поменять, собачку переставить, чтобы, ну, одинаковые собачки были. Да, да, да. И все. Ну, не собачку, а вот этот хвостик. Ну, поставлю, потому что УТР-ку любят в России. Правда? Да. Вот. А я, представляешь, такая дурилка. Зачем я ее купила? Главное, я ее когда мерила, видимо, у меня... У меня как-то так бывает. Я... Вот все время говорят, ходите вечером покупать овощи. Угу. Я хожу всегда вечером. Когда я покупаю вечером, они мне утром совсем не подходят. В общем, мне надо покупать с утра обувь. Я уже это поняла. Так, вот эти тоже хорошие. Это что? И тоже бежевые, кстати. Тоже Карла Пазолини. Во, может мне вот эти вот оставить тогда себе? У этих еще ниже каблев, чем у тех. Да, наверное. Да, наверное, вот эти вот надо оставить, если бежевые. Да. Вот, надо вот эти вот оставить. Да. Потому что каблучки повыше, а эти совсем низенький каблучок. Да. Вот эти я себе оставлю, тогда те. Ну, не знаю. А те, может, кто-нибудь радостно заберет. Может, кому-нибудь нужен. Да. У Боля, конечно, ой-ой. Чего ой-ой? Обуви ой-ой-ой, сколько много. Да, да. Так, ладно. Эти тогда тоже вот так сюда ставлю. Так, что у нас тут еще? О, это моя любовь. Ну, тоже высокий каблук. Ой, как они мне хороши. Ну, я в них почему-то совсем мало ходила, но они... А, вот из-за того, что у них вот этот вот леопардовый. Леопардовый. Они не подо все подходят? Они не подо все подходят, но они тоже такие прям... Они очень-очень элегантные. Подо все белое, подо все подходят. Они очень элегантные. Вот они вот такие вот. Да все черное. А меня вообще видно? Я все это демонстрирую, зачем-то надеваю. Ноги, ноги я твои снимаю, да, конечно. Ладно, хорошо. Будет видео, где одни сплошные ноги в разные-разные обуви. Ужас, надо было хоть педикюр сделать. Вот, вот, они вот просто... Ой, они очень элегантные смотрят. Как мне это, растянуть их на себя? Слушай, может, их пока оставить, они прям вообще совсем новые. Угу. Они вообще новые. И они такие, слушай, несмотря на то, что каблук, какие-то я туфли покупала все время, очень удобные. Прям не у них так удобно. Я вообще на каблуках-то не хожу, в них так хорошо. А, ну, видимо, из-за того, что у них вот эта перепоночка... Ты знаешь, удобно ходить. Да-да-да, они пяткой мне сколзают. Да, не хлёпает никуда, и прям вообще шикарно. Оставь, они очень красивые. Оставь, они очень красивые. Очень красивые. Прям так. И даже не видно, что у меня косточки. Прям какая-то у них такая форма хорошая. Угу. Ой, нет, надо оставить. Пой будет. Да-да-да. Так. Ха-ха-ха. Тра-ля-ля. Всё, никому не отдам. Ха-ха. Так, ладно. Ставим. Тоже сюда. Так. Что ещё? Всё, обувь разобрали, что ли? Да ты что, нет, конечно. Так, это всякие сумочки. У меня ещё есть сапоги, которые, по-моему, я вообще ни разу не надевала. На улицу. Ой, какие махнушечки. Да, они зимние. Они на натуральной цегейке. Ой, что-то у них внутри. Томас Мюнс. Это не Томас Мюнс. Это... Это итальянская какая-то. Мюнс написано на подошве. Не Мюнс. Нандо Музи. А, Нандо Музи. Нандо Музи. Нандо Музи. Слушай, надевать не буду, потому что они... Или надеть. Надеюсь. Ну, надо как-то с ногой... Ладно, я её тряхну. Носочек тебе можешь дать? Да, давай носочек, потому что... Да, слушай, они вообще прям совсем новые. Купила, поставила. И всё зашибись. Персик так хорошо валяется на полу? На полу? Как на полу? Он был на диване. Подойдёт тебе вот такой? Да, любой подойдёт. Потому что просто жалко белый мех пачкать. Ну, это... Я уже хожу, ходу. Ну да. Хотя у нас сегодня пылесос тут мыл всё. Ой. Ой, у нас Персик как смешно воюет с этим пылесосом. Такой зайка. Всё время у него свои косточки, игрушки. Вот. Ой, какие хорошенькие. Очень хорошенькие. И так этот мех белый красивый смотрится. Да. Его ещё можно вот так отвернуть. Класс. А что ты в них не ходила? Я не знаю почему. Не знаю. Я их причём. Они тёмно-синие. Они не чёрные. Они чёрно-синий цвет у них такой. Да. Он такой почти чёрный, но синий. Его надо видимо на солнышке ещё как-то фотографировать, чтобы было понятно, что они чёрно-синий. В общем они вот такие. Выглядит очень круто. Ну тогда, когда я их покупала, я такие каблуки носила. Сейчас я такой уже ни за что не надену. Да. Выглядит кайфово. Да. В общем они такие. Такие хорошие. Такие хорошие. Такие. Чудесно-намечательные. Ну тоже поставим. Сейчас лето конечно они никому не нужны. Да. Две штуки. К зиме. Слушай, это их. Это их набойки даже у меня тут есть запасные. А к зиме можно поставить. Наверняка кто-нибудь из девчонок захочет себе такие красивые. Они прям очень хорошие. Ну вообще замечательные. Ты пока носочек положи. Вдруг ещё понадобится куда-нибудь. Ладно. Положу. Вот. Вот такие. Такие. Они. Сейчас. Сейчас. Там целиком мех. Мех целиком. Даже пяточка мех. То есть мех. Натуральный мех целиком везде. Везде. Длинный разлячик. Да. Но он нет. Он не такой чтобы прям. Ну такой же. Как это? Это зима. Нормальная зима. Нормальная зима. А не как вот сейчас. Еврозима. Когда у тебя мысок в пят... Ну когда. Еврозима кстати. Мне очень нравится. Еврозима. Я люблю Еврозиму. Еврозима это же когда у тебя только голенище в меху. Нет. Еврозима это когда вот наоборот ботиночек в меху. А здесь меха нет. Здесь всё целиком. А нет. Просто иногда бывает вот здесь мех в голенище. А вот тут вообще не понятно. Это вообще неизвестно зачем такие ботинки делают. А еврозима это когда вот здесь тёпленько. А значит я всё перепутала. А вот здесь тоненько. Ну в общем вот такие красивые такие. Такие красивые такие. Так. Ну что мы с тобой. Вот их. Нет. Ну здесь всё равно не видно. Они всё равно кажется чёрными. Не видно. Настолько синие что чёрные. Да. Да. Настолько синие что чёрные. Это точно. Так. Что ещё есть. Так. Ой. Слушай. Уже все мокрые. А. Там наверху что-то ещё здесь. Ой. Это тоже мои старые-старые босоножки. Мне просто жалко выкинуть. А я их помню. Конечно. А чё ж тебе их не помнить. Ну я почти всю твою обувь помню. Потому что я смотрела на неё и завидовала. Да. Вот такие барбатсуцы. Какие барбатсуцы. У них видишь как они вот из-за того что тоже мысли длинные. Ну они сложились да. Они уже прям совсем стрёмные. Выкидывай их. Да. Выкидываю. Но я их помню. Они были очень классные. Очень классные. Эти бантики они конечно очень круто смотрятся. Да. Да. Это кто у нас? О. Уже стерлась. Там уже даже неизвестно кто. Есть какое-то золото. Есть какое-то золото. Непонятное. О. Ну что мы с тобой обувь разгребли или ещё где-нибудь есть закрома? Нет. У меня больше наверное нету. Что всё? Жалко всё обувь. Жалко всё обувь. Жалко всё обувь. Жалко. Вот там ещё. А. Там где мы всё обувь. Вот те вот босоножки нужно тоже туда отнести. А от этих. Слушай, я всё-таки кожу отрежу. Потому что ну такая мягкая. Так жалко мне кожу. Ну жалко мне. Жалко. Кожу отрежу. Сделаю сумочку. И буду любоваться. И буду любоваться. Для пакетиков, для какашек перса. Да. Ха-ха-ха. Так. Господи, а мне табуретку нужно. А, нет. У нас же есть здесь прекрасный это. Прекрасный стремяночный агрегат. Потому что туда я не дотяну. Так. Так. О, да. О, это мы с тобой. А, нет. Тимберленды. А у меня такие были. Где-то я в Германии покупала. Забыла, как бренд называется. Они мне, по-моему, малые эти тимберленды. Господи, как ты покупала. Хотя у меня тоже такое случилось. Я тебе говорю. Вот потому что. Было, которые малые. Вот как рекомендуют покупала. Мне всегда были как-то неправильно. Вот классные тимберленды. Да, у меня прям такие же. У меня прям палец в них упирается. Ну давай тоже их попробуем. Давай попробуем продать. Потому что они хорошие. Я в них, в общем-то. Ну, малый же. Как я в них буду ходить. Да. Кожаненькие. Замечательные тапочки. Да, классненькие. Ладно, все. Мы заканчиваем это видео про расхламление обуви. Потому что нужно беречь память телефона. И следующее видео будет расхламление шкафа. Вторая часть из миллиона. Старчит, вернее, да. Как Санта-Бару барбует расхламление шкафом. Как мы injectим шoper. Продолжение следует...